Геннадий Вербицкий 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 Стань любовью для детей Говорила мама мне Покажи пример Будь уверенным в бою За семью ты за свою Не неси потерь Не неси потерь Развину руками облака Загляну туда, ищу, где не был я пока Всем своим ветрам открою двери Все мы там однажды будем, мама Ты поверь, ты поверь Стань любовью для детей Кланец матери своей Исповедуюсь Пусть во лжи тенистых дней Был заложником идей А я не боюсь А я не боюсь Разведу руками облака Загляну туда, ищу, где не был я пока Всем своим ветрам открою двери Все мы там однажды будем, мама Ты поверь, ты поверь Взять свой крест Взять свой крест, умереть для себя Или просто воскреснуть Станли тест Всех любить, а иначе нельзя Или просто воскреснуть На земле Тихо дышит малыш Чурит он свои глазки Дня для него это жизнь Бесконечная сказка Слава Богу, друзья, для вас вживую Геннадий Вербицкий Спасибо огромное Можешь гитару поставить Или как тебе удобно Распеться или разговориться сначала Я хочу спросить, расскажи, пожалуйста В какой семье ты родился? Хорошей В хорошей семье И тебя любили, вдохновляли Ну у меня папа, мама Папа у меня из Казахстана Мама украинка Она выросла в Славгороде Вообще-то в Сибири Переехали по случаю Война закинула всех Кого куда Кого учиться У кого где наводнение было У папы там в Казахстане Они переехали в Фергана В Фергана, Узбекистан Вот Пришли к Богу оба Сыграли свадьбу Или до, или после Не знаю, как у них это было В общем, я родился в аптистской семье 14 лет мы прожили в Узбекистане Началась гражданская война Мы уехали в Майкоп к друзьям Адыгея Столица Адыгея Ну это Россия уже, Майкоп, да, получается? Россия, да, Краснодарский край Скажи, пожалуйста В России уже, получается, ты Впервые проявились свои музыкальные способности, правильно? Ну мы как бы, ну как В Союзе как было? Идешь во второй класс Идешь или в спортивную школу, или в музыкальную школу Нас отдали всех У меня три сестры, но младшая как бы не попала никуда Она младше на 5 лет, а старше на 2 лет И на 3 года мы все пошли в музыкальную школу На класс фортепиано И ходили туда как бы Что там началось у нас, я не знаю Но переехав, ну я брал там как бы все, что можно было по хоровому исполнению, скажем так Ну как мы росли подростками, детьми в церкви То есть со школы даже началось, а потом в церкви как вообще? В церкви мы начали, наверное, уже, ты знаешь как, мы когда переехали в Майкоп У меня, наверное, эта база фортепиано все-таки помогла как уже дальше, скажем так, реализоваться и двигаться дальше в этом направлении музыкальном Потому что у нас организовалась там новая церковь из опалаточной миссии Виктора Гамота, как я помню Мы открыли новую церковь, надежда называлась, она до сих пор существует, кстати, слава богу, построили свое здание, все хорошо Хорошо Приглашали, кстати, на юбилей в прошлом году, ничего не срослось у нас Там я был у нас, у меня был хороший, закатычный мой друг, кстати, он тоже сейчас в Флориде, вот куда мы скоро соединимся, скажем так Он писал стихи и я, получается, пел песни, вот я еще тогда ничего не писал, но так получилось, что, как говорится, на безрыбье и рак рыба Мы, ну, как бы он был молодежным руководителем, я был лидером прославления, вот как бы так Ну, это сейчас мы уже так называем, а раньше было, ну, просто действительно музыкант был Да Спасибо Собирались, возили аппаратуру, вот такие колонки, как помню, загружал в свою восьмерку, еще мне сколько, там, 18 лет был, пацану носил на свой второй чат, на чердак и потом назад и все эти шнуры, ну, вот до сих пор, в принципе, все, и ношу, и вожу Хорошо Хорошо, дальше я хочу спросить, иммиграция в Америку сложная была или тяжелая для тебя, для семьи? Ну, я такой перспективный, скажем так, бизнесмен был, по крайней мере, я так считаю, у меня было там несколько ларьков своих, если бы я, я два, я три раза пытался приехать сюда по гостевой, меня не раз не пустили Вот, и если бы я приехал сюда, я бы не переехал бы сюда, мне не понравилось сильно, когда мы переехали, но семьей, когда уже переехали, то есть у нас две сестры, мы вышли замуж в Майкопе, переехали сюда семьями, мы уже на воссоединение поехали, так как мой дед сидел, как бы, и там у нас на собеседование задали один вопрос, я, естественно, выскочка везде, и в семье тоже, я отвечаю, говорю, мой дед сидел, почему вы должны переехать? Почему вы должны дать статус беженца? Я говорю, ну, мой дед как бы за веру сидел, если можно с этого начать, он такой, раз, глаза намокрели, печать, все, больше ничего не говорите, до свидания, всего хорошего Такое очень удачно ты даже сказал Да, 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 я ничего не рассказывал, я только начал, а у меня же заготовлено-то было много, я же мог и по соседям рассказать и про, шучу Скажи, пожалуйста, дедушка, а он был служителем у тебя? Ну, по маминой линии в Сибири, там у них, я никого не видел в своей жизни, кстати, к сожалению, кроме папиной мамы, мы жили в Фергаде вместе, да, и она уже, они переехали потом в Гилиджик, и в Гилиджике она умерла уже, да То есть ты в третьем поколении верующий, получается, ну, родители пришли к Господу, а дедушка уже по маминой линии, я понял По маминой линии Хорошо, насколько я знаю, прожил в Америке, ну, так, годика четыре, ты уже отправляешься в первые миссионерские поездки с молодежью первой славянской, и это, конечно же, почему-то магаданский край До девяносто дней вы там были, три поездки, расскажи об этом времени, почему магадан, почему вот на так долго? Ну, это Николай Бугриев, это мой второй папа, я его называю, у меня папа Коля тоже Николай Иванович, и вот дедя Коля Бугриев, мы с ним очень так как-то сдружились, скажем так, ездили в магадан и в минус 35, и летом ездили тоже, да Ну, разное было, но они возили, как бы от церкви возили гуманитарку туда, контейнерами, знаешь, даже так Да, и мы, я присоединялся уже к ними, к хору, вот, делали концерт напополам, Геннадий Вербинский, и хор Оазис, по-моему, тогда, или, может, он до сих пор есть, не знаю Есть Оазис Очень хороший хор, да, хорошие ребята, мы делали какие-то концерты, проекты вместе там, помимо того, то есть в лагере я был физруком То есть вы делали кемпы тоже для деток, да? И делали детские лагеря летом, да, ну, в принципе, вот это и есть три месяца, как бы Один раз мы были там зимой, мы открывали церковь, искали здания, искали людей там, собирали по крупицам, решали какие-то там административные вопросы Ну, что это за время было, как ты можешь вспомнить, вот, как люди слушали, легко ли было собрать людей, как вы все реагировали на твои песни? Ну, слушай, по концертам, сейчас по гастролям ездишь, чем дальше в глубинку едешь, тем тебе, конечно же, больше уважения, внимания Больше голода у людей слушать Да, конечно Ну, а в те времена, вот, тогда же еще христианских исполнителей это было всего ничего, и вот вы одни из первых тоже Ну, опять-таки, смотри, нас как принимали раньше, может быть, сейчас где-то в каких-то глубинках то же самое принимают, да, там Ну, 24 года назад подослушали Ну, все равно, они принимают людей, или ты, ну, как на телевидении сказать, чтобы зашло И религиозный ты, то есть, ты или, ну, просто там, священник, типа, там, и поешь, там, песенки, там, «Ежеси на небеси», знаешь, или же ты свой парень, который, с которым можно нормально пообщаться, выпить чаю, попеть, еще и пригласить куда-то То есть, как миссионеру тебе пришлось быть и доступным, и общительным, и не… Мне кажется, 20 лет было, я молодой парень, как бы, еще и с этими переездами в разные, с Узбекистана в Россию, с Россией сюда, у меня друзья там, друзья здесь, я тоже немножко в этом мире потерялся Кстати, вот поэтому и, может быть, и началось мое творчество, то, что я начал какой-то поиск такой жизни, что, типа, ну, как бы, жизнь-то проходит, в конце концов, знаешь И поэтому в Магадан я был доступный всегда, мне кажется, что людям нравилось во мне, то, что мне скажут, иди подметай, я пойду подметать, знаешь, иди шнуры сматывай, я пойду шнуры сматывать Физрук проводи, я там, что-то там начинал какие-то эти делать, все записать Это сердце миссионера, скажите, что делать, я все сделаю Да, музыка, ну, как, гитара всегда, как бы, и т.д Песня «Магаданский край» как раз там родилась? Слушай, она сповел… Или позже? Нет, она родилась там, «Магаданский край», да, это, кстати, одна из первых, или если есть, Вообще не первая моя песня Я помню, у нас, я не знаю, сколько времени, если что-то останавливай у меня Нас повез местный парень, ну да, парень, пастор, на, как это называется, налет на рыбалку, короче, на Охотское море И мы едем на его, там вот-вот заглохнет машинка, короче, и он, и окна открыты, если вдруг мы провалимся, чтобы давление, да, двери не откроешь Окна открыты, минус 35, мы едем, вот, все, короче, вот это замерзшее Они там, это вот, дядьки бородатые, короче, и мы, короче, едем, вот, дядя Коля Буглиев, кто тоже был с нами Веревки, если что, там это самое, знаешь, и вот мы проехали туда, все нормально, никто, ничего там, делаем свои дела, ходим, гуляем по этому, по льду, считай, фотографируемся И вот хрустит этот снег, а мы из Калифорнии, как бы нам это дико, все, знаешь, и вот строчки начали, как бы, приходить Белый снег, хрустит под ногами, мы с тобой опять в Магадане, знаю я, придется непросто, но сила Христа поможет нам, ну, как бы, пошло, поехало Что тебя заставило приехать и второй, и третий раз? Ой, да, наверное, люди Наверное, молодежь, наверное, вот это общение свое какое-то, опять-таки, как местные принимают Ребята и поварихи эти же самые, вся администрация города Мы же встречались там, ну, и с мэрами там поселков этих, и со всеми там То есть для них это было что-то всех естественное, приехали из Америки, служат детям для их, для их семей Да, я молодой парень, когда тебе говорят, что, слушай, а ты нужен нам, ты нужен в этом мире Ты еще берешь гитару, тебя все слушают, с тобой, наверное, уже там начинали петь Да, и поэтому ты двигаешься, почему бы не ехать туда? Естественно, люди едут и хотят возвращаться туда, где они, где в них нуждаются Вот вообще у нас уже есть, по идее В этом большая проблема и нас, и, в частности, мужиков, то, что, почему мы садимся на диван в танчики играть, что... Об этом мы поговорим Скажи, пожалуйста, как тебя заметили и пригласили поучаствовать в музыкальном проекте «Мосты любви»? Насколько я понимаю, вы до сих пор дружите, пересекаетесь, об этом расскажи Ну, я начал, как бы, ну, в Магадане мы делали потом уже, да, на следующие годы Я в Бардовском концерте участвовал, там, в городском Я участвовал там в Магадане в Белые ночи, у них есть проект, там, три-три-три фестиваля всего, там, Мурманск, Питер и Магадан То есть во время этих поездок ты еще успел поучаствовать в их фестивах? Да, мы не приглашали, я ездил Ну, как миссионер, как ты скажешь, нет, конечно, поучаствуешь Да-да, и... Да, ну, а в очередную поездку, когда я ехал, я летел через Анкорич, мы летели через Аляску на Магадан Ну, это вообще отдельная история, конечно Мы летели через Чикаго, в Чикаго был фестиваль «Мосты любви» Я где-то здесь уже в местных каких-то участвовал в проектах И как-то, да, помню, Давид Пономарь, наш общий хороший друг Вот, были сейчас на дне рождения вместе И он меня как бы порекомендовал, наверное, Марку Николаевичу, Маргулису еще тогда Который был с нами, Михаилу Зиновичу И мы как-то, я попал туда, к ребятам познакомились, потому что мне нравилось писать песни, петь и исполнять Ну, я был как такой свой автор, скажем так Ты пришел со своей песней Да, авторство нравилось всегда всем Ну, моя тогда, мне кажется, что у меня в голове было, почему я поехал, там, денег потратил, скажем так И, знаешь, не напрямую полетел То, что, на самом деле, ну, может быть, заявить об авторстве нашим У меня с самого начала, вот, как я помню себя пацаном, вот до сих пор Мне все время мучает один вопрос в христианской, музыкальной Сейчас я вам могу Давай затрагивай, давай говори, говори Это, ну, не уважение будет это слишком громкое или грубо А вот непонимание музыкантов Особенно авторов И непринимание пасторами, лидерами музыкантов Вот это вот меня вопрос очень волнует Именно в славянской среде Ты знаешь, все-таки придется согласиться Потому что сколько музыканту нужно пройти унижение Во-первых, напроситься, чтобы тебе разрешили поучаствовать в служении Потом еще вопрос, так ты еще с дисками, хоть нюхтов Ну, но все-таки, ты знаешь, к счастью есть служители, которые сами по себе Или музыканты, или были музыкантами, или любят музыку Да, 100% И вот для них это как-то, знаешь, как-то очень легко Сейчас это проще, об этом это очень больная тема для меня Я об этом могу говорить очень много и очень правильно Ну, за неимением времени просто Сейчас это проще, ввиду того, что все в соцсетях То есть, как бы ты не относился к тому или иному исполнителю Извините, в соцсети все равно все скажут Номера, лайки, перепосты Те же самые песни, которые поют в церквах или не поют Я езжу, допустим, по глубинкам Где-то там говорят, слушай, а мы твои песни в прославлении поем Да, или в церковь кто-то приезжает в гости Вот в Ярославле была у нас женщина, главный пастор или епископ Она глава, не знаю И она вышла на проповедь просто Она даже не знала меня, что я в этой церкви или что Мы просто с семьей сидим в церкви Она выходит за это самое, ну, как там это, на подиум Начинает там, приветствует церковь, я с Ярославля, то-се А так получается, что и классия поддерживает эту церковь, я так понял И она такая заметила меня, говорит, вербистский что ли? Я говорю, что я наделал опять, знаешь Как бы она говорит, слушай, так а мы твои песни как бы в прославлении поем Я хочу огня, хочу побольше Я говорю, ну, очень приятно как бы Ну, то есть, вот такие вот бывают моменты Слава Богу, видишь, как приятно, что ты тебя... Помнят, кто это написал Твое знакомство с группой Открытое небо Они приезжали сюда на гастролях Были один, единственный раз Больше я их вытащить сюда не могу, к сожалению Такой у них горький опыт был, скажем так Ну, а ты участвовал, чтобы они приехали? Не, я не участвовал, Марк, участвовали мосты, скажем так, больше, наверное Ну, я здесь больше, наверное, их возил То есть, ты их принял к себе домой? Они, да, когда в Саграме-то были где-то останавливались у нас Ну, это всегда так, это, ну, если не мы, то кто, знаешь Слушай, ну, это судьбоносное знакомство, потому что оно же изменило всю твою жизнь После того, как ты начал записывать твое творчество вместе с группой Открытое небо Только очень много для меня сделал, да Геннадий Вербицкий зазвучал То есть, и этот уровень профессионализма Многие люди оценили, тебе просто посыпались приглашения, чтобы участвовать во многих проектах Что за проекты? Куда тебя уже еще приглашали? Кроме того, что ты участвуешь на уровне города в христианских проектах Ты же еще миссионер, ездишь на миссию, и там какая возможность есть? Ну, миссионер, ну, тут можно как бы и сюда повернуть, и туда повернуть Я никогда ни от кого, ну, не зависел, я не знаю, правильно За свои деньги Так говорить или нет Ну, деньги, это как бы другой аспект Но, знаешь, когда тебя посылает телевидение «Импакт» Взять интервью у бродяги через дорогу Или ты идешь со своей инициативой То есть у тебя душок, у тебя настрой не тот, понимаешь? Деньги уже другое дадут тебе там на стакан кофе, чтобы ты познакомился с ним и взял интервью Или на машине за бензин, чтобы доехал туда Это уже другой аспект Но тогда, когда ты проявляешь инициативу, когда ты собираешь вот этих людей, группу Когда ты собираешь всю поездку, когда прорабатываешь всю программу Когда ты это на самом деле все вынашиваешь и делаешь потом Это, ну, совсем другие вещи То есть мы слышим тебя, что это и твоя инициатива, это жертва твоей семьи Ты не называешь себя миссионером? Мне кажется, те, кто последователи Христа, а как иначе? Ну, как, смотри, ты, вот я детей рощу, да, у меня две здоровенные, ой, здоровенные В смысле, взрослые Два маленьких, да, 9 и 12 Сколько им взрослым, скажи, лет? По 20, да Ага, хорошо 19, 20, и этим 9 девчонки и 12 парню, да И получается, я им тоже говорю Поломал медиатор Будешь так играть? Спать надо чаще Я им говорю, говорю, ребят, мы христиане, мы Мы не идем в церковь в воскресенье, потому что, ну, все идут Ну, так христиане делают, так надо Так наши родители делали Мы не молимся перед сном, потому что, ну, принято так, давайте Ну, что, мы же кушаем когда-то, ну, принято Ну, одеваемся там, ну, или Библию читаем, там, то же самое В церковь там, на аван у вас возим Это наш стиль жизни Это так должно быть Это мы так выбрали, да Это не обговаривается вообще Мы хотим это делать, мы точно и хотим А как иначе? А как не идти в церковь? А как не служить людям? А как не вкладывать в песни, там, если Ну, кто-то в песни, кто-то в луку, кто-то в сахар, знаешь, везет Что ваша семья посвящена, это очень хорошо Не, я не правильно, я про миссионерство сейчас, ты говоришь Ну, вот ты тоже посвящен, я за это же говорю А как, мне кажется, а как иначе? Если мы искренние христиане, последователи Бога, если мы Его любим, если Он нас знает Ну, там, может, углубляться Иначе быть и не может Хорошо, а открытое небо, насколько с ними легко и тяжело работать? Что это за наша интеллигенция музыкальная? Ну, слушай, ну, все творческие люди, это не простые люди Кому как не тебе, да? Знать Поэтому Толик тоже не подарок, как бы, и всем это нормально И когда какой-то проект соединяется Потому что, ну, смотри, для того, чтобы сделать, все, мне кажется, понимают Чтобы сделать тот или иной проект, а не говоря уже о таком проекте, как песня Это нужно столько углов, чтобы совпало Ну, просто, ну, столько всего От аккордов до мелодики До перехода, до вступления, до текста До подачи, до исполнения, до интонации До времени, до публики Это, это... Вот тогда песня звучит, знаешь А иногда ты бьешься, 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 вроде думаешь Хорошая песня, слушай, и вот мы Хороший пример, с женой едем, куда не помню Я говорю, вот меня на телевидение пригласили То-сё-то, может, что-то спеть надо Я говорю, я хочу одну из последних спеть балладов Она говорит, слушай, прости, пожалуйста, говорит Ты, говорит, да, ну, хорошо, вы сделали, всё, хорошая песня Мне нравится мелодика, говорит Ну, я, говорит, у тебя всё равно, говорит, спрашиваю Я не понимаю, о чём она Вот И я ей разложил И когда я ей разложил, что, слушай, ну, бывают такие моменты Когда мы предаём семью Бывают такие моменты Бывают такие моменты, когда мы не слушаем родителей Не почитаем, скажем так И бывают такие моменты, когда нам хочется просто раскрыть облака И просто, ну, всё, что у тебя есть Запустить всю твою молитвенную жизнь все твое нутро все твое сердце просто сказать господь вот он я вот моя семья вот моя ситуация в конце концов и потом опять-таки поклонюсь маме я я я приду я я наложу все а можно ли это я надо как говорит слушай вот это да вот это даст глубина а можно ли вот это все имейте не придавая и не не обижая маму вот как-то вот так как-то понять это не совершить эту ошибку какую ошибку ну чтобы ты говоришь когда-то мы делаем ошибаемся там уходим какие-то минусы а можно так чтобы без минусов и понять это все слушай но нужно во первых во вторых не у всех получается я я не про это у каждого есть свои ты любишь чай я люблю кофе понимаешь кто-то любит coca-cola кто-то простую воду у меня дети пьют с детства просто воду я не понимаю ну хоть на класс я там суббекистана мне кумыс нравится тархун знаешь там что-то там я не знаю не воду это хорошо с одной стороны ну вот они такие то есть тебе нравится теле за благо смотреть мне нравится там допустим в джиме долго быть это это трачу времени скажем так то есть у каждого есть какие свои минусы свои плюсы вот я к чему поэтому сейчас об этом говорит что можно без этого на нужно без этого только как без этого вот поэтому есть облака есть бог который слышали там а здесь и которую нужно прочувствовать каждым каждом дне и понимаешь что просыпаешься не для себя не для того чтобы усилил детям сделать а для бога потом уже как он поведет как он расставит все это вот так уже действует в дне спасибо хочу тебя спросить как у акт 2 твоих песен ты поднимаешь вот мы сейчас об этом говоришь я думаю что наши телезрители чувствуют сложные темы поднимаешь и насущные темы вот твои песни если плачет мужчина fatherless generation то есть безотцовское поколение почему ты если хочешь мужчина значит здесь причина есть причина песню 20 лет где его выкопал но твоя но моя до 20 лет и говоришь об этом уже почему ты хочешь поднять эту тему это какая-то часть более твоей или ты видишь окружение твое вот ты как говоришь люди страдают действительно ты понимаешь что почему ты хочешь как автор говорить об этом но я всегда рос с таким пониманием что если она у тебя внутри если она как-то к тебе приходит этим над делиться вот и она есть насущная и она ты знаешь я никогда я я никогда не писал песни вот мне очень сильно понравился сергей цен к нашу общий знакомый да и художник как-то мы с ним так хорошо еще по афиши на дружили как-то бы я много вечеров у него проводил в студии просто сидел он что-то малевал общалась музыка вот 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 так вот как бы молоды зачем он себя горел генград я горит не пишу картины чтобы их купили чтобы их признали чтобы где-то выставить я пишу потому что у меня пишется и я пишу то что у меня пишется вот то же самое у меня ну хорошо а что не так с мужчинами нашего времени почему ты под а что так с нашими мужчинами а вот расскажи мне пожалуйста почему депрессия почему ты ты считаешь это не проблема не психолог чтобы говорить что-то но я вижу к огромному сожалению очень много наших сверстников и не только сверстников посмотри мы оба ведем всякие мероприятия с тобой да там сколько ты замечаешь в последнее время пожилых людей делают пожелания очень мало очень очень мало если вообще ничего не делают от избытка сердца говорят уста куда они делись раньше их не остановить было раньше те молодые родители подходили говорят так этому три минуты этому 4 это будет 45 говорить этому вообще микрофон не давай где сейчас такое ребят вот 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 она поешь если про них говорить что говорить про наше поколение наше поколение на чем учится на чем основано посмотри на поколение следующее ну они же как это сказать чтобы в эфире не вырезали но то есть мы не будем вырезать поэтому это совсем говори аккуратно как их понять это 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 что такое вообще-то я понимаю библия исполнение последнее время там но это очень трудно это очень трудно поэтому ну хорошо если ты разрешишь я скажу что ты работаешь correctional officer то есть ты охраняешь заключенных и baby sitting bad guys as i call it еще раз как baby sitting bad guys красиво звучит ты охраняешь заключенных скажи я охраняю как бы но скажи чаще всего почему мужчины идут во все тяжкие совершают преступления какая причина мой добрый магаданский у тебя жаргон ну но без отцовщина что ты говоришь без отцовщина сочи на сто процентов поэтому ту тему который ты писал fatherless generation то есть без отцовщина это она до сих пор остается в америке самому снимали я помню с дэвис пидис ваттин с моими ребятами столько и они все понимали слова слышали текст сколько мы раз это проворачивали все они говорят слушай но это эта песня просто должна должна звучать на всех каналах вот это когда мы ее там с большими дядьками относили на какие-то местные американские англоязычные скажем так радиостанции они говорят ну короче это бизнес у них свой лейбл надо там другая да это все fatherless generation это это безотцовщина безотцовщина я считаю потому что нет примера нет востребованности если уже углубиться скажем так почему почему мы бездельничаем потому что нет востребованности потому что нет уважения к нам а почему к нам нет уважения а потому что опять таки это как как замкнутый круг получается понимаешь смотри вот книга джон джона джон элджер честь хорошая давай называется по русски в дикое сердце старая добрая книга он пишет там что бог адама и очень быстро бог адама создал вне сада он как бы wild дикий да а я его создал уже в саду как domesticated домашние скажем так культурный домашний интересно не смотри допустим спрашивают спрашивает у меня как как быть вот что что почему ты бегая но я бегу бегом занимаюсь на почему ты бегаешь а я своего не могу там с дивана поднять что как как бы я выну купи мотоцикл ему пусть пусть рискует купим у на он байк пусть ездит это купим у прыжок с парашютом мужик он дикий должен быть дикий он должен постоянно завоевывать что-то он постоянно что-то должен решать он 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 не такой как морская решала он дом если он этого не будет делать и он сам себя во первых не будет уважать если он будет не будет сам себя уважать его не будут уважать и от этого уже идет не востребованность то есть он сам очень просто но то есть вот вот мы говорим о том что существует такая напряженка когда жены не уважают своих мужей когда они хотят забрать первенство когда дети не уважают а потом остаются без папы и вот тогда они опомнились то есть вот это и существует ген я давно хотел тебе сказать слова благодарности за то что уже долгие годы ты ездишь миссионерские поездки и ты служишь церквям ты служишь на городских мероприятиях а ты служишь в детских домах ты служишь в домах где детки инвалиды ты служишь в реп центрах ты служишь в тюрьмах скажи почему ты это делаешь и это же ты делаешь ежегодно ура свои финансы раньше когда была возможность до последних событий мы делали это три-четыре раза будь я ездил то ты что на гастроли таки достаточно большие скажем тогда с 2011 года мы дружим с группой у них там просто содружество всех ну во главе скажем так стоит группа дружки герой алексеев с люси они 20 уже сколько получается 22 получается года ведут служение сняли три фильма жизнь без наркотиков и спида и алкоголь там все туда входит как бы даже куда место там по фильму они заняли где-то в европе но то есть это хорошая большая работа я просто к ним просить присоединился и кстати я организация у нас называется help others помоги другим помоги ближнему да уже общее скажем так и мы двигаемся в этом оплама принимаем всех художников писателей музыкантов исполнители пожалуйста приезжайте у нас есть дядьки которые там всякие железки гнут которых мы приглашаем у нас есть это для эволюционных проектов в детские дома мы допустим мы берем с собой аниматоров разных которые там всякие шарики там надувают им и дымом все это делают красиво там вот ну очень разные проекты у меня одна как бы мечта и задача для них то есть я когда лечу я им все время говорю что допустим я на две недели лечу плюс-минус самолет а сейчас ты уже на две недели едешь 10 дней у нас есть да допустим я им говорю чтобы день но они сами знают если мы едем какие-то поездки мы три у нас выступления в день концертами скажем так трудно назвать но но три выступления то есть мы утром можем в детский дом приехать дом сирот где-то где-то что-то днем мы можем пустить тюрьму где-то вечером заехать в лип-центр вот как-то как-то вот так вот 10 дней подряд мы бомбим вау ну хорошо но есть уже за их годы есть уже конечно их друзья и товарищей вот когда с последними событиями это что-то закрылась с ковидом где-то что-то закрылась на сером опускали мы открывали кстати новые кресты в питере это был огромнейший концерт открывали это то есть просто вас у нас поуча ивлев был наш хороший знакомый с которой мы работали в старых крестах и он был старый крестах но старый крест и закрыли открыли новые его поставили до начальника вот и по знакомству как бы вот мы туда попали 1 христианин огромный концерт дали мы взяли рэперов москвы мы взяли живую группу дружки всех этих поставили огромнейший звук я там был еще девушка там была с питера как бы мы просто читали стихи молились пили с ними кофе там и они не знаю что-то есть вас решила сколько человек слушал но это самая большая тюрьма в европе вот то есть там я не я не помню по тысячам но там тысяч шесть наверно как реакция вообще когда вы поете о боге то что вы говорите что вы верующие там любую тюрьма это как бы любое там очень сильно психологи они любят тебя вычисляются не ну во первых в тюрьмах если говорить за тюрьме за тюремные уже не служение вообще приезда они запрещают две вещи религиозные песни верующие и шансон они не хотят мутить воду почему меняют начальника каждые три месяца переставляют их поэтому по этим самым все это правильно делают это политический а что же тебе петь тогда помолись за меня мама да кстати единственная песня на которую все стают все зэки стают до одного но вот на вот такие песни у тебя это очень сильная песня более ста тысяч мы мы не говорим что да мы там ежеси на небесе но мы начинаем господь какой-то дает мудрости мы мы двигаемся но много раз было такое что мы садимся к начальнику в кабинет и проповеду давай диски и я сначала послушаю что вы будете петь это только в россии сложно проповедовать в тюрьме в америке же легче разрешается или в америке та же самая история в америке разрешается все здесь только правозащитных групп что здесь есть от сатанизма до до наших всех религиозных до поэтому это и плохо с одной стороны хорошо с другой стороны как реагируют на то что ты говоришь ты correctional officer в россии в тюрьме как или ты не говоришь ну я почему я даже я даже какие-то лекции вел помню в волгограде меня приглашали до в полицейской академии был там очень хорошо мы познакомились и он достаточно нормальным я даже форму возил как туда и бронежилет возил там ну не знаю мне я как бы сильно этому не придаю значения но но мы хорошо подружились я бы я провел лекции я все знали кто мы то есть мы к чему это делали все это как поезд будущая не помнишь это помнишь такое движение когда я к сожалению раз не попал туда но они как делали они приезжают целым поездом в какой-то город у них там доктора политики администраторы бизнесмены музыканты и там художники и они идут в каждую свою нишу они обрабатывают все два-три дня и потом делают огромную евангелизации огромный эмбинационный концерт вот и все я на концертах был но не был в этом поезде просто самом зачем тебе этот поезд концерт самое главное я обожаю поезда слушай ну вот история которой я должен тебя спросить и у тебя есть много американских друзей которые тебя поддержат участвует в клипах и вот один случай когда один твоих друзей попросился поехать в миссионерскую поездку и ты его взял а потом окажется он делать то он ничего не умеет и ты говоришь ты будешь моим телохранителем что это за история убрал сразу телохранителем не просится очень многие говорят что поедут очень многие в клипы становится в очередь тоже ребята там такие здоровы но не видят просмотры 100000 конечно я я я я всех приглашаю кстати я говорю поехали с целью того что во первых это евангелизация для для них самих знаешь во вторых чтобы почему мы вдвоем не поехать чем чем один как реакция все равно мы встречаемся с группой но он поехал со мной американец здоровый африкан-американ да нет белый парень был но он очень большой был такой прям крупный стив мы до сих пор дружим хорошо с ним он просто остался от такого впечатления что ему мне кажется всю жизнь хватило до него польза от него была польза была от него но он 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 сыграл хорошо сыграл он как bodyguard хорошо он не не был прям моим bodyguard но он он там маринка баранова была таня морсковская была часть мостов мы делали то есть мосты льви часть фестиваля концертов мы делали на украине да это донецк мариуполь их не короче не помню города но куда вот куда приглашали туда мы это очень интересно как мы с ним долетели потом пересадили на автобус мы ехали в автобусе ночь потом где-то в общежитии спали для него это все дико и короче я все время над ним смеялся но делал свое дело он открывал гримерки смотрел чтобы там все нормально там то есть но мы собирали большие концерты на сами это это были концерт настоящий это не просто какие-то там 300 400 человека там ну две-три тысячи зал сидел народу как поэтому он он делал свое дело да это хорошо даже помню тани морсковское сознание потерял на первом этом он и вынес из зала очень тоже не знаю тепло молодец молодец он хорошо нормально чего хороший парень слушай ну ты молодец на и насчет экспериментов не боишься делать что-то новое нестандартное то что все что дадим на сахалине 17 концертов за 14 дней это это тоже было на сахалине это было туда но если уже туда это отправлять стать вопрос самый неудобный задам тебе вот ты когда возле микрофона ты становишься живчиком ты шах лево шах вправо кстати вообще так научил никто меня не учил я сам нашу за что ну как но обычно шках мы пойдем чувство я не могу петь песню помолись за меня мама и и делать шаг лево шаг вправо это будет кощунство какой-то понимаешь или балладу петь или или романсы какие-нибудь а если ты поешь песню я хочу огня хочу побольше зажигай меня чтоб горел подольше я ним я я мою нутро мне кажется мне позволит стоять просто согласен как-то то я я же не делаю это специально там или 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 не специально расскажи пожалуйста о твоей семье у тебя шикарная семья о супруге и детках диана артур кира мы вот здесь две старшие учатся сейчас в флориде в христианском колледже у вас palm beach какие у них интересы поют играет что они ой но старшая играет на барабанах так она в церкви там чисто для себя не нормально слушай в церкви на барабанах они учатся христианском колледже сами еще молодые потому что сейчас время то она немножко другое чем чем мы то есть мы были в 20 лет наши родители были в 20 лет или они в 20 лет это это три разных поколения это три разных понятия это три разных подхода ну я думаю все понимают хорошо 2 старше у меня преподает баскетбол там как работа да преподает 2 а тоже учится в колледже христианском преподает гимнастику она здесь гимнастка была выступала за штат малой у меня учится на барабан и учится да берет хорошо барабаны младшенькая пока младшенькая гимнастику ходит хорошо насколько диане твоей супруге легко или не совсем легко быть женой геннадий вербицкого не очень очень трудно почему ну мало того что я весь перебиты на мотоциклах скажем так она тебе надо раз головой падал она тебе на я ищу и я еще и творческий понимаешь то есть то есть получается здесь столько аспектов что надо надо попасть в этого вербицкого так что и подойти с хорошим настроением еще и работа а у нас работа такая что уже двадцать второй год оставляют вчера отработал 20 часов вот какой я должен приехать с работы понимаешь и он не всегда так будет пока хорошо платит надо работать не я не про то я про то что оставляют хочешь ты работать или не хочешь платят тебе или нет да если у тебя нету кем заменить тебя оставляет на работе потому что у тебя такая работа открытая позиция не может быть ну а так вообще в творчестве она она любит твою творчество она поддерживать да она первую первую фанат наверное а критикую тебя если что-то подсказать вот гену вот наверное надо было так чуть-чуть подруга да но как обязательно как все на как все наши жены они же они нам помогают подсказать то есть вот это как у каждого исполнителя жена это первые критики не веры не думаю что все-таки не все не думаю что всем так и повезло хорошо большому сожалению есть который вообще не интересно что ты делаешь даже я вот сейчас у меня очень близкий круг есть которым это но вообще не интерес я бы не хочу просто об этом гена я знаю тебя одного каких самых очень активных людей в нашем городе то есть на протяжении нового сколько там 25 лет наверное тебя знаю ты всегда активен ты где-то едешь в какую-то поездку ты где-то участвуешь каких-то музыкальных мероприятиях ты записываешь постоянно альбомы ты записываешь постоянно видеоклипы что тебя заставляет двигаться и и в сущности 25 лет это шикарное время что вот ты хочешь спеть что-то сделать ты хочешь не знаю обращаясь на знаю назад наверно к сереже оценко пишется я пишу едется я еду платится я плачу или с другой стороны как ты говорил а я не могу по-другому да то есть да это это я не сказал что это какой-то выпендрешь лет какая-то слова какие-то лайки лет какие-то деньги за что никогда для этого не было я помню наш общий знакомый друг покойный к сожалению серёжа родницкий всегда восхищался мной что я делаю все он понимал все это все это ты вложишь много финансов я делаю за свой счет знаешь я говорю слушай а я тебе скажу то что то что я делаю за свой счет то что люди боятся делать я говорю у меня никогда не было и никогда не убудет и не то что я там так вот прям провоцирую бога и испытываю хотя в библии написано испытывайте но у меня так у меня очень хорошо все слава богу финансово семьей и и с будущим вот сейчас строим дом очень хорошо все поддержка отовсюду а то что поездки сейчас к сожалению очень мало еще 23 концерта в флориде меня сольный будет кстати вот этот мой вопрос следующий скажи пожалуйста вот этот год что ты уже успел и что ты еще хочешь сделать в этом году но смотри у меня оборвался давай вспомним в прошлом году в конце у меня оборвался да вот канавалов должен был нам юрий делать концерт гастроли на этот днепропетровская область в украине да и война помешала все билеты все как бы естественно пропало так в этом году мы должны были делать гастроли в россии там по моему по мобилизации по всем остальным там этим всяким внутренним делам они тоже как бы где-то кто-то что-то не смог мне не стали там назвал гастроли реклам они организовывают служение на которых ты поешь об они уже проповедуют и так дальше то есть сейчас время такое что нет она она не сильно помогает тебе сделать то что ты хочешь мы можем мы можем как бы у нас мой тур заключается в как бы в посещении от церквей до римлян учреждений а до сейчас тюрьмах очень сложно как бы рецентр да естественно мы уже очень много знакомы как бы и делаем городские мероприятия вот на уровне города наркотиков алкоголя до на уровне города где-то делаем где-то даже с городскими музыкантами делаем и и какой-то сольный концерт где-то или это при какой-то церкви или это где-то при городе как сколько тебя было сольных концертов ну не помню ну такие что только ты ну тоже не скажу больших меня было тольятти тольятти волгоград сахалин в астрахань архангельск северодвинск там как бы сакрамента почему-то в этом списке саратов сакрам это тоже много раздавал почему не извиняюсь когда выходил твой новый альбом ты делал сейчас мне кстати оксана бугриева писала в этом где-то соцсетях что тоже почему не вне в сакраме даже сейчас на ряд концерт флоридский я я ответил мне кажется правильно что сакрам это что специфический город такой где где нужен определенный концерт где люди лучше заплатят я понимаю что как бы не все песни всем нравится исполнители тоже знаешь но тебя здесь знают как бы как библия даже говорит что ты там своем отечестве знаешь вот лучше поедут заплатят 200 250 долларов сан-франциско послушает лабаду какую мы чем чем сходят на какого-то христианского исполнителя да может даже и так как ты думаешь лучшую песню ты уже написал или еще нет а кто его знает кто как 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 судить об этом хорошо спасибо тебе большое за ответ у меня есть блиц это разные разные вопросы не в попал хоть коротко отвечай как удобно сколько марафонов ты уже пробежал четыре четыре марафона по 42 42 километра и больше еще бегать ну да с бог силы буду бегать чёрт чёрт почему не бегать я люблю это дело у меня жена бегает по марафону не дети бегают по пятерке да во сколько обошелся твой самый дорогой видеоклип ух 12000 это не моя война рига латвия 12000 долларов это не моя война там где ты на это что был корабль и что это был катер яхти да это яхта была и центре города там что-то вы перекрывали похоже да ну там да но они выставляют как бы те дают две полицейские машины ты движешься там закрывают улицу там летают дроны там и все эти дела как бы это берутся пермит это целое дело я я не люблю так я люблю так с телефончиком подошел где-то что-то там это самый последний хорошо сняли мне кажется на песню вернусь мне очень хорошо мы поехали на океане да на океана до сюда нам в монтерей где-то взяли собаку у друга снялись где-то здесь в полях так это еще не твоя собака это не моя собака к сожалению она мне пол машины разобрал эта собака следующий вопрос серьезные пример или поступки жизни твоих родителей которые ты запомнил на всю свою жизнь переезд однозначно переезд то что они бросили все мама у меня медик очень с большой буквы папа пожар начальник пожарной охраны и они все бросили ради нас переехали сюда мужчина это я говорю на каждом дне рождения на каждом юбилей на каждой встрече это ради детей будет цениться да ну они как ну ты считай карьеру друзей пенсии все взять и справедливо ли к тебе жизнь да ты хороший папа но если это не те на 1 на моих спросить ну ты стараешься а дети меня любят да и мигну сейчас очень сложно то что я старшим своим говорила игры девчонки вот ну как там у вас переходный возраст я его проходим вместе я говорю я еще не был в таком возрасте меня не был в таком возрасте в такой ситуации дочерей детей и поэтому мы учимся вместе я где-то от вас где будет где-то от меня я помогу чем смогу я подскажу по своему опыту где-то там и так далее и тому подобное поэтому проходит это вместе не думайте что я там все знающий и я там папы я сильнее я больше и у меня денег больше как бы и программе да то есть ну как бы поэтому в одном из твоих интервью ты сказал что любишь одиночество и побыть одному почему обожаю одиночество почему не знаю многие должны некоторые многие люди вообще боятся одиночества кстати только толику бугай до заходишь квартиру к нему и он каждый раз начинает или телевизор чтобы бобнел у меня это раздражает или или музыка как это сразу играет окошко какой-то там дети орут и я не могу так ну то есть это тебе как творческая ли я люблю свечки я люблю вентилятор я люблю какой мы там шум музыки какой-то до чтобы вот это вот вот такое меня у меня все ночь она такой я как-то я не знаю ну мы все разные мне кажется это нормально когда ты выйдешь на пенсию чем займешься не рано ли я спросил ну мне мне три года до пенсии у меня это изначально было я не пошел охранять плохих дядек просто так как ты говоришь просто так да у меня была сразу идея мой троем тогда шли на сак педи я шесть раз так как только приехал америку не сдал в один тест письменный письменный тест потом сдал все у меня там короче я сюда пошел потому что в 50 на пенсию и я тогда еще хотел чтобы быстрее выйти на пенсию чтобы выйти на полное служение это все 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 мое так вот и ответ на мой вопрос что лучшую песню и лучший концерт еще не дал получается если 50 даст бог жизни вот хорошо дай бог выйдешь на пенсию и тогда услышите свободно и пенсия шикарно ты платишь цену сейчас а потом она тебя все-таки будет аукаться ну слушай я я благодарен тебе за то что так много откровенного а поделился с нами я уверен что нашим телезрителям будет очень интересно какой вопрос тебе самый чаще задают вообще когда ты ты видишь пишешь песни как ты пишешь обязательно самый частый да хочешь ответить как я не знаю мне кажется никто никакой автор не знает как он пишет песни если он знает он мне кажется врет а как он а как ты можешь знать как ты пишешь вот как но на пришел это вдохновение ты садишься за пять минут написал и потом настоящий не приходишь думаешь это вообще я написал так красиво так или бывают звонят тебя ты током ударил что ли наш по-разному бывает разные моменты в жизни бывает поэтому я я я я уверен что мы как какое-то все равно оружие божьих руках и на определенный момент на определенную публику бог что-то делает через определенных людей вот и все мы просто слушаем его или нет а скажи пожалуйста вот песня fatherless generation это безотцовское поколение она действительно была каким-то бумом но там звучало копировалась передавалась в результат есть вот кто-то приходил там у меня приглашали много по ней папа именно этой теме хорошо и реакция слушателя есть какой-то фидбэк у тебя что конечно слушаю 100 процентов то есть эта песня все-таки коснулась сердец и опять таки смотри брать славянский народ в котором в котором мы варимся да это одно братья сама не сильно может и зацепила или все-таки уже братья ну вот я к тому и веду а братья англоязычных это уже друг другая среда вот я наверное ее писал больше для американцев на английском да у славян она не не так сильно заметно было по крайней мере но сейчас сейчас немножко другая ситуация да с последними событиями они тоже не помогают к сожалению ну вот и вот как то так то есть еще хочу сказать тебе спасибо то что ты активный участнику вот у нас была тоже акция в мир в украине за мир в украине ты поддерживаешь за мир хотя ты сам как говорится лайнфорсмен но поддержишь то чтобы действительно сохранялся мир в наших странах и пришла то понимание то процент если ты хочешь стать пожелания тем людям которые ну хотят как авторы состояться быть услышанными чтобы их пригласили что вообще важно важно ли у действительно найти того аранжировщика группа открытое небо или все-таки получить лично от бога конечно но все-таки это большой роль играет с кем ты будешь работать и как эта песня прозвучит чтобы состоялся тогда когда тогда когда мы начали сотрудничать с толиком да тогда не было ни аранжировщиков столько незнакомых столько не аппаратуры такой это сколько лет вы разруже на и скажем так стать и сколько лет вы уже дружу это получается вот к в каком они году прилетали в 96 у меня был концерт там ну 2000 я не знаю второму ну 20 лет грубо говоря 20 лет грубо говоря 20 лет да это правда сейчас что ты платишь 1000 долларов за одну фонограмму чуть больше больше 2 мне 2 где-то полторы на на окей песен дешевле ты знаешь ну чтобы песня зазвучала оказывается надо заплатить хорошую цену когда они приезжали вы познакомились я просто говорю то что сейчас на аппаратура вот мы вот с вашими ребятами здесь разговаривали что сейчас она настолько все обновляется и настолько быстро все обновляется что сейчас у каждого уважающихся нара музыканты есть суд студия своя дома там микрофон и и она чуть ли не с телефона можно все сейчас такое дело не все студийники не все мама не видно это по я понимаю что это каждому свое как бы но я я к тому что тогда был толика сейчас не то что таких как толик много но все равно доступнее мир стал мир стал открытие мил мир стал более восприимчиво в соцсетях и поэтому сейчас можно найти за те же самые деньги скажем так не то что там к фаде его пойти ну большим дядькам скажем так которые занимаются этим и только этим если вам нужна помощь тогда обращайтесь но есть единиц которые сами могут единиц но я серёжа брикса там да например да ну это 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 алмаз наш я спасибо тебе огромное возьми пожалуйста гитару следующую песню этой маме можно папе можно маме как как мне кажется хорошо будет а маме хорошая у нас есть практически три с половиной минуты если хочешь спеть и то и то спасибо огромное и песня помолись за меня мама оказывается одна из самых востребованных потому что это со сотни просмотров youtube гена у тебя очень много хороших песен искренне желаем чтобы бог прославился через твою жизнь через свое творчество очень необычный путь потому что гена как миссионер больше уезжает больше служит там но мы хотим чтобы тебе знали здесь у нас в америке в сакраменто и просто выражали свое уважение и наверно благодарность что ты что и в соцсетях что ты трудишься пожалуйста да я говорю да спасибо за приглашение сейчас я говорю сейчас просто все намного проще все в соцсетях можно любого найти из магадана и сахарина и сверганы и откуда хочешь лишь бы сердце было открыто расположенной богу чтобы его наш наша вот христианская плату опять возвращаться к нашему разговору вопросы должны до искать его и в быть уверенным то что он нас знает и это вот это какое-то соединение если мы вот с этим стержнем живем движемся существуем что по идее мы должны делать тогда мне кажется не заморачиваться не на какие там тоже нас не уважают или то что мы себя не уважаем это что нас там не воспринимают или то что нас не приглашают у нас это очень большой давай так больно может быть ты говоришь сейчас о том как бы мы хотели чтобы нас уважали как мы хотели чтобы нас приглашали на самом деле это происходит но нам хочется лучше еще лучше да есть такое помоли за меня мама помолись за меня мама помолись для меня мне нужна твоя молитва как дыхание мне нужна твоя молитва много значим и как в детстве на ночь сказку расскажи мне нужна твоя молитва как дыхание отправляя в дальний путь благослови я крепко обними меня ты на прощанье моя беда твоя беда когда она приходит то приходит к нам обоим благословлен я я тобой всегда твоя молитва мама все горести покроем помолись за меня мама помолись не смотри на то что я уже так вырос иногда аж плакать хочется от такой песни можно и плакать дорогие друзья мы искренне благодарны за то что вы смотрите христианский телеканал импакт мы искренно рады служить для вас сегодня мы говорили о творчестве о жизни автора и исполнителя геннадия вербитского спасибо тебе огромное благослови тебя господь пускай он будет прославлен твоей жизни через твою семью через своих детей сто процентов только спасибо спасибо вам спасибо спасибо и Субтитры создавал DimaTorzok